Врачи, летчики, космонавты, спортсмены, артисты, животноводы. Лучшие представители своих профессий собрались сегодня в Казанском Кремле. Для них ордена и медали, несмолкающие аплодисменты и личное поздравление президента. Дорогие друзья, ваш талант и трудолюбие делает нашу республику сильной и просветающей. Хочу поблагодарить каждого из вас за преданность своему делу. Искренне поздравляю всех с заслуженными наградами. Уверен, они станут серьезным стимулом для вашей дальнейшей работы. Сердечно поздравляю всех вас с этим праздником. Еще раз с праздником. Авдонина Любовь Геннадьевна. Федеральную награду Орден Пирогова президент вручает заместителю управления Роспотребнадзора Любови Авдониной. Вот уже полтора года сотрудники ведомства на передовой борьбы с коронавирусом. Награду учредили чуть больше года назад за самоотверженность при оказании медицинской помощи. Эта награда не только моя, это награда всего нашего управления. Мы все трудимся именно на благо благополучия наших жителей. И, конечно же, все эти трудности, которые были, мы преодолевали вместе. Орденом почета награжден вице-премьер Равиль Ахмедшин, полномочный представитель республики в России. В списке награждаемых больше всего врачей. Ранья Теркулова вернется в первую стоматологическую поликлинику заслуженным врачом России. А в МКДЦ ждут заслуженного врача Татарстана Елену Баранову. Неврологом она работает больше 20 лет. Любая награда, она невозможна в индивидуальной форме. Это общий большой труд, это вложение моих учителей, моих коллег. И, как бы, я всем очень благодарна. Торжественный тушь сменяют песни «Мин, Яратам, Сине, Татарстан». Слават Фадхуддинов удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Мэтр эстрады благодарит за высокую оценку и дает наказ молодым исполнителям. Хотя бы этот день продолжался вечно. Все должно быть по-народному. В основном любой артист, любой певец должен знать татарские народные вещи. Это, я считаю, это обязаловка. Без этого просто нельзя. Рыжихов Сергей Николаевич. Медаль «100 лет образования ТАССР» вручают герою России. И космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. Его самый длительный полет составил более 173 суток. Вместе с ним награждают и его маму. Любовь Рыжикова – ветеран труда. Сегодня ей тоже вручили медаль «Столетие республики». Я понимаю, что это награда прежде всего тех родных, тех, может быть, уже кого с нами нет, но тех корней, откуда мы выросли, откуда мы родом. И поэтому еще вдвойне ответственно перед ними. Это не передать словами, конечно. Это очень тревожно, очень волнительно. Ждать и догонять. Не зря же говорят хуже всего. А я постоянно жду. Звание народного артиста Татарстана получил артист театра Акия Трешат Гиздатуллин и художественный руководитель камерного хора Республики Меляушат Аминдарова. Мы живем в республике, в которой от продавца семенной картошки до президента люди слышат красоту музыки, нежность и любовь наших песен. Огромное вам спасибо. Заслуженным работником печати и массовых коммуникаций стала главный редактор газеты «Ватанам Татарстан». Я горжусь тем, что каждый день мы доносим до населения республики, до вообще всей страны, те новости, которые показывают, как развивается наша республика, как она растет. Приятным подарком стала награда и для главного тренера футбольного клуба «Рубин». Леониду Слуцкому вручили медаль «Столетие ТССР». Я считаю, что это большой аванс и большие обязательства на будущее по поводу качества всей нашей совместной работы. Госнаграды России и Республики получил 51 татарстанец. Алия Харудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.